Анатолий Васильевич Таркунов Борис Юрьевич Титов, уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, председатель наблюдательного совета Института экономики роста имени Столыпина. Алексей Анатолий Виспурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Слово для приветствия предоставляется Анатолию Васильевичу Таркунову. Дорогие Борис, Алексей, дорогие друзья, уважаемые коллеги, для меня огромное удовольствие приветствовать вас всех сегодня, такой чудесный сентябрьский день, когда светит солнышко. И когда даже вот эти страшные цифры, которые нам привели в связи с экономикой, в том числе российских, кажутся не такими страшными, потому что мы все-таки в такие дни всегда полны оптимизма и полагаем, что совместными усилиями мы эти проблемы все-таки разрешим. Третий раз мы принимаем здесь на нашей территории, в наших залах, а сегодня вот на воздухе, Солыпинский форум. И я должен сказать, что, конечно, это стало событием, событием для бизнеса, для предпринимательских кругов. Я вот вижу в зале очень много молодых людей, это очень радует, значит, все больше и больше молодежи занимается предпринимательством, изучает эту исключительно важную для всех для нас сферу человеческой деятельности. И я вспоминаю, что первый форум был посвящен как раз изучению, анализу предпринимательской деятельности как основного инструмента развития экономики. Второй форум, он был такой нарядный, проходил, главным образом, на улице, сопровождался концертами, вообще весельем таким всеобщим. Но при этом было и немало очень интересных сессий и очень значительных людей, которые могли рассказать о своем опыте, и не только российском опыте, и зарубежном, причем людей знаковых, которые действительно могут говорить о реальных успехах, которые были достигнуты благодаря их фантазии, благодаря их умению, навыкам, компетенциям. И вот сегодня мы проводим третий форум, который обозначен, ну, обозначение в СИВИТе, иммунную систему, мировой экономики. И я очень внимательно вместе с Борисом Юрьевичем, когда готовили этот форум, Борис Юрьевич за главный в этом деле, но активное участие принимали, осмотрел всю программу, мне кажется, она исключительно содержательная, и я уверен, что в течение этих двух дней все нам будет и интересно, и полезно, ну, и вместе с тем возможность пообщаться сегодня, особенно после того, как мы просидели 4 месяца в изоляции, очень многие. Конечно, общаться надо с осторожностью, но тем не менее, мы поэтому на воздухе все и проходим, но тем не менее, это действительно счастливая возможность. Ну, можно спросить, а в чем, в чем ГИМО и предпринимательская деятельность, и бизнес? Ну, я бы хотел сказать, что, конечно, мы уже на протяжении последних 30 лет очень активно занимаемся подготовкой специалистов в области бизнеса, бизнес-администрирования. Более того, у нас очень активно действует бизнес-инкубатор, и очень многие молодые, выходящие из стен института, активно включаются в бизнес, да еще со студенческой скамьи этими делами, бизнес-делами занимаются, реализуют разного рода проекты. Мы вообще переходим, и я считаю, поскольку бизнес и образование – это вещи очень глубоко взаимосвязаны, мы переходим к совершенно новым формам, например, подготовке магистрских диссертаций, дипломных работ, да и вообще работ таких итогов годовых для студентов. Мы переходим к проектной работе, когда положим, магистрская диссертация защищается по совершенно конкретному бизнес-проекту. Но речь, конечно, не идет о факультете, которые готовят для МИДа пока, но уже в этом году мы планируем и для этих факультетов, в частности для международных отношений, внедрить проектный подход, когда несколько студентов защищают ту или иную комплексную тему, освещая ее с самых разных сторон, в том числе студенты с разных факультетов, с тем, чтобы это было экономическое, правовое и политологическое освещение. Ну и, наконец-то, немаловажно отметить, что МГИМО имеет от государственной поддержки финансовой только консолидированный бюджет в 22%, а все остальное зарабатывает самостоятельно. И учебными программами, и консультированиями, и массой наших совместных программ с ведущими госкорпорациями, не только с госкорпорацией, но и с частным бизнесом, когда реализуются программы, которые поддерживаются активно финансово частным бизнесом и госкорпорацией. Поэтому совершенно естественно, что мы являемся той площадкой, которая с удовольствием принимает Столыпинский форум, считает это для себя исключительно полезным. Ну и завершая, хочу сказать, что вообще Столыпинский форум – это первое мероприятие после пандемии, такой массовый характер, который проводится. И я очень рад, что Москва так активно поддержала. Вообще, конечно, Москва, как всегда, у нас в передвиках во всех делах, в том числе, кстати, побережение и взбережение людей в контексте этой страшной и непредвиденной никем болезни. И поэтому хотел бы еще раз предложить, помимо пользы, которой мы себе получим, насладиться и общение на свежим вуз. Спасибо. Слово для приветствия предоставляется Борису Юрьевичу Титову. Добрый день. Мы очень рады, что вы пришли уже на третий Столыпин форум. Столыпин всей своей жизнью доказал, что Россия должна прежде всего прирастать предпринимательством, частной инициативой, поэтому наш форум – первый предпринимательский форум в России. И надо сказать, что первый предпринимательский после карантинный, после пандемийный форум, наверное, потому что бизнес быстрее всего реагирует на проблемы, наверное, потому что вот этот коронакризис прежде всего задел именно предприятие. Нам так хотелось все-таки обсудить те проблемы, которые есть, а этих проблем огромное количество. Мой бизнес не уходили в самоизоляцию, да, я думаю, что предприниматель не мог этого себе позволить. Но тем не менее убытки очень серьезные. И хоть и такая хорошая погода, но все-таки эту цифру назову, бизнес потерял 36% от своей прибыли в целом по России, включая все отрасли. И это больше полутора триллионов рублей. Государство помогло нам, ну, на суммы чуть сопоставимые, да. Но для всей страны, а не только для бизнеса. Поэтому мы решили собраться, правда, соблюдая все требования Роспотребнадзора, так что если что, помню, все согласно, все нормально. Вот, хотя нас тут в зале немножко мало, зато я думаю, что там, в онлайне и в зуме, в стриме, у нас, надеюсь, за это время будут тысячи людей, ну, по крайней мере, наши расчеты показывали, что очень много, большой интерес и подключение к зуму, и вообще, в принципе, общий интерес к людей, которые будут в стриме, трансляцию в нашу смотреть. Что хочу еще сказать. Большое спасибо МГИМО, потому что МГИМО – это наш партнер все эти годы. Это я себе тоже говорю, да, потому что я тоже за кафедрой. Вот, потому что МГИМО становится такой серьезной предпринимательской площадкой, и когда мы выбирали где, то было много разных, как вы понимаете, предложений, чисто предложений места или университетских площадок. Но тогда мы приняли решение сделать это здесь, потому что МГИМО действительно развивается как основная такая площадка развития именно бизнеса в России. И этому немало способствует Анатолий Васильевич Туркунов. И если я еще кому-то что-то расскажу, как новость, то уж, думаю, таких людей очень мало, которому на прошлой неделе исполнилось 70 лет. Мы не можем об этом не сказать, если видеть Анатолий Васильевич. Более того, не подарить вам. Воды украшают, ну, еще чем. Понимаете, у нас в Абрау-Дюрсо есть чувство такое, не очень большой недостаток – гигантизм. Поэтому и бутылка, вот видите, вот там проявляется гигантизм. Вот это вот. Знаю, что потребление таких напитков в нашем коллективе никогда не страдало минимализмом. Ну, в общем, еще раз. Ситуация у нас сложная, хотя, кстати, у виноградовства тоже непростая ситуация, потому что хоть и вот шатер большой, но вот эти огромные проблемы, кроме коронавируса, который еще сегодня страну, не только страну, весь мир будоражит, это изменение климата, например, привело к тому, что в этом году у нас, как минимум по отрасли, минус 25% винограда. И вот это, представляете, у нас будет дефицит выпивания. Поэтому мы заранее вам подготовились. Ну что, еще раз спасибо. И, конечно, Москва нам очень серьезно помогла. Она поверила в том, что эта площадка действительно важная для бизнеса. Москва – это большая часть российского бизнеса, особенно малого и среднего бизнеса. И поэтому мы очень тесно и раньше сотрудничали во многих направлениях, но вот то, что мы здесь вместе, это тоже для нас очень важно. Спасибо. Слово для приветствия предоставляется Алексею Анатольевичу Фурсину. Доброе утро, уважаемые друзья. Анатолий Васильевич, Борис Фюрич, спасибо действительно за, наверное, такое первое деловое мероприятие. Хотя, мне кажется, мы все четыре месяца не выходили просто из одной площадки форумной, но она была всего лишь на экране. Наверное, всем известна фраза, что учимся на ошибках, но хотелось бы, конечно, эти ошибки избежать. И если врачи, ученые сейчас борются, думают, вырабатывают вакцину для людей, то мне кажется, нам, как городу, бизнесу, бизнес-сообществу, нам нужно вырабатывать вакцину для экономики, вакцину для предпринимательства, вакцину для предпринимателей. И пусть вот такого рода деловые мероприятия будут являться как раз теми компонентами, которые могут действительно вырабатывать в рамках диалога, которого нам всем не хватало. Не хватало, потому что кто-то не видел в органах власти партнера, а малый бизнес в корпорациях не видел друзей. И все из-за этого были разделены. Но вот эти три месяца этот экран, мне кажется, проделал путь трехлетний, спринтерский такой, который позволил объединиться, позволил действительно вырабатывать эту вакцину. принимались меры на федеральном уровне лоббирования деловыми сообществами определенных мер поддержки. И это все дало какую-то возможность вдохнуть свежего воздуха. Но мне кажется, мы стоим еще перед новыми трудностями, перед новыми задачами, которые нас ожидают как и в этом году, так и в следующем году. И нам нужно уже не говорить, что мы научимся на ошибках, а предотвратить эти ошибки. Действительно, наверное, выработать ту самую вакцину, которая позволит нам конкурировать не только на российском рынке, но и вообще на зарубежном. Тем более мы на площадке МГМО. Я думаю, это как раз будет символичнее. Спасибо. Хорошей работы, хорошего настроения, хорошей погоды и посещения замечательных, гигантских шатров. Спасибо. Уважаемые участники, третий Столыпин форум «Имунная система мировой экономики» объявляется официально открытым. АПЛОДИСМЕНТЫ «Имунная система мировой экономики»